Нет денег, актера Числава оказалось ни на что хранить. Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, у родных нет возможности проводить Александра Числава в последний путь. Денис Сердюков рассказал, что из близких родственников у артиста осталась лишь пожилая мать. А единственным ценным имуществом короля эпизодов была квартира Валтуфьева, которую он оставил племяннице. Денег на похороны актера ни у кого нет. Александр Числав жил скромно. Гонораров хватало лишь на обеспечение ежедневных нужд, передает Лайв. По словам Сердюкова, артист хотел, чтобы его кремировали и захоронили прах на Никола-Архангельском кладбище рядом с могилой тети. На это необходимо 400-500 тысяч рублей. Надеюсь, что гильдия актеров поможет с местом на кладбище, а тележурналисты в финансовом плане. Заявил Сердюков. Внимание на экран. Так, актер уверен, как только он переступит порог, он останется без жилья. Спасите мне, пожалуй, не подошел бы. Какая скорая? Скорая бы тебе три раза приезжала, ты отказываешься в больнице. Напомним, что 54-летний Александр Числов скончался в столице 29 августа от пневмонии. Артист сыграл почти в 150 фильмах, среди которых «Беспредел», «Легенда 17», «Любить по-русски», «2», а также в сериалах «Каменская», «Участок», «Папины дочки». Как писали шокирующие новости, незадолго до смерти Александр Числов голодал. Об этом в шоу Андрея Малахова прямой эфир рассказывал Денис Сердюков, который 15 лет снимал у артиста комнату. Он утверждал, что товарищу нужна помощь. Якобы проявились признаки психического расстройства. Король эпизодов считал, что его хотят отравить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Обезумевший от ярости Ефремов в платье напал на мужчину. Народ взбунтовался против Крымского моста. Оставшийся без наследства Солнцев велел жене-старушке выкопать тело мерзавца. Отца? Это сухость алкоголика. Исхудавшая Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры. Брошен и забыт. Будущее Крымского моста возмутило россиян. И многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok